Забайкальский край богат инициативными людьми. Это показал прошедший в середине октября в Чите 14-й гражданский форум «Забайкальцы за Байкалью». Кроме дискуссионных площадок, в рамках форума прошли три выставки социально значимых проектов. На одной из площадок свой уникальный проект продемонстрировала Нерчинская епархия Забайкальской метрополии. Страшные пожары, которые пронеслись по Забайкальскому краю весной этого года, сподвигли активных неравнодушных людей не дожидаться помощи от пожарных, а самим пробовать противостоять стихии. Наша площадка называется «Пожарные добровольцы». Цель ее, безусловно, показать тех людей и их инициативы, которые они проявляют для того, чтобы оказать помощь нашему населению, нашим людям в тушении пожара, любого пожара. Это те люди, которые обучены и оснащены, и имеется техника, своя техника. То есть они говорят, вот у нас есть техника, дайте нам возможность нас направить в нужное русло. В Шилке из прихожан Петропавловского храма сформировалась добровольная пожарная дружина, которую окормляет и вдохновляет протеерей Александр Тылькевич. ЗИЛ-131 в приходе – многофункциональная машина. В миссионерских поездках он превращается в храм, а во время пожаров становится базой для добровольной пожарной дружины, в которую сегодня входят 10 человек. Основная масса, конечно, прихожане, но есть и люди, которые пришли бороться с огнем, а потом стали прихожанами. Несмотря на то, что мы, конечно, понимаем, что основное оружие все-таки молитва, но как вспомогательное средство дружина, которая оборудовала этот автомобиль, походный храм, прицепила к нему дополнительное оборудование, это вот бочка, помпу, потихонечку комплектуется по мере необходимости. Вот понадобились ранцы, да, нам мы сначала приобрели два своих, потом нам четинцы подарили еще шесть ранцев. Понадобились каски, Господь сподобил нас с другого строительной организации, нам каски подарили, потом опять пожарные четинские нам выделили щитки. Два киловатта энергии от солнечных батарей дают возможность пользоваться электроинструментом. Есть автономная радиостанция, правда, пока не на всех добровольцев. Все участники дружины прошли обучение и уже успели применить свои знания на практике. На местах люди оказывали помощь и в тушении пожаров, и в ликвидации последствий пожаров. Работали с людьми, работали с имуществом, и там везде наша машина была очень удобна, потому что она оборудована для работы в автономном режиме. Патриотизм, о котором много в этом году говорилось на гражданском форуме, это не просто чувство любви к отечеству, но и реальные дела, которые направлены на защиту и созидание. Почему мы должны ждать, когда кто-то придет и нам что-то сделает? Мы же должны свою землю охранять, мы должны свою землю убить, мы должны свою землю... Понимаете, человек, который охраняет свою землю, он никогда не будет ее сжечь. Если человек уже участвовал в каком-то мероприятии по ликвидации стихийного бедствия, он же никогда не будет самым источником этого стихийного бедствия. Шилкинская православная студия «Надежда».